Добрый день! Мы начинаем рассмотрение конкретных примеров позиционных ошибок в шахматах. Хочу напомнить, что позиционная ошибка это ход, который вроде бы ничего сразу форсировано не проигрывает. То есть вроде соперник делает этот ход, мы пытаемся его выиграть сразу, а не получается. Но в то же время после этого хода какая-то фигура соперника оказывается либо в опасности, либо оказывается неудачно расположенной. И как определить, как вообще отличить позиционную ошибку от хорошего хода? Если мы можем словами описать, в чем недостаток хода соперника, и можем найти у себя фигуры, которые в несколько ходов могут неприятно напасть на соперника, уже с конкретными угрозами выиграть материал или поставить мат. То тогда, значит, соперник совершил позиционную ошибку. Если же нам вот ход почему-то не нравится по какому-то нашему прошлому опыту, да, но мы не видим, какая наша фигура сможет подчеркнуть неудачность этого хода, да, то нам стоит признать, что соперник сделал хороший ход и играть как ни в чем не бывало. Итак, пример позиционной ошибки, которую мы будем разбирать сегодня, это выведение в игру ладьи, когда на доске находится очень много легких фигур, да. Как обычно проявляются эти позиционные ошибки? Конкретно в этой партии белые решили перейти в наступление на ферзевом фланге. Вроде логичный план, почему бы и нет? Действительно, открывая, ну, становится полуоткрытой линия B. На этой линии немножко отсталая пешка B7 стоит, да, ну, логично. Но, к сожалению, после размена в бой вынуждены пойти ладья. Вот этот момент, этот момент, черных должен насторожить. Все-таки, почему ладьи, когда на доске много легких фигур, не выходят сразу там на третьей, четвертой линии, не лезут сразу в лагерь к сопернику? Потому что легкие фигуры в условиях, когда на доске, ну, мало открытых вертикальных горизонталей, они более подвижные. Они могут сразу перейти в нападение и грозить этой ладье выигрышем. Соответственно, когда ладья выходит в игру слишком рано, у соперника появляется возможность попробовать сплести какую-нибудь паутину, ну, или серию промежуточных ходов, в результате которых либо ладья попадется, либо ладья будет защищать какую-то фигуру или пешку, но вынуждена будет удалиться от этой защиты и попадется, соответственно, ее подзащитная, наши добрые и заботливые руки. Итак, смотрим. Прямо сейчас ладья все-таки нападает на нашу пешку, да? Но стоит обратить внимание, что с одной стороны ладья является защитником пешки А4, на которую присматривает наша ладья. С другой стороны на ладью может напасть наш слон. И он может напасть не только на ладью, но и на коня, который тоже является защитником пешки А4. Мы не будем ни в коем случае нападать сразу слон А5, потому что белые побьют на Б7. И даже если мы после ходов слон С3, ферзь С3, ладья А4 отыграем пешку, нам это счастье не принесет. Произойдет всего лишь обычный размен. Легких фигур станет на доске меньше, открытых линий станет больше. И ладья на Б7 уже не будет себя чувствовать в такой опасности, какой она находится прямо сейчас на Б4, да? Поэтому мы вначале ищем защитный ход. Защититься можно ладьей, но ладья у нас нападающим работает. Или ферзем. Ферзь у нас пока бездельник. Мы его ставим, причем ставим не на полуоткрытую линию Б, естественно. Да, вот если будет сделан ход ферзь Б8, этот ход уже белые могут рассматривать как позиционную ошибку и пытаться использовать в своих корыстных интересах, в своих интересных вариантах. Итак, защитились. Соперник пока еще не подозревает. Вот, кстати, еще чем коварны позиционные ошибки? Поскольку соперник видит, что мы не пытаемся их сразу использовать, он может не подозревать, что он сделал ошибку и не пытается ее исправить. Хотя здесь, на мой взгляд, может быть получше был ход ладья Б1, чтобы потом поставить ладью на А1 и все-таки, чтобы ладья работала защитником пешки А и легкие фигуры черных не могли напасть. А вот ход слон Д2 оказывается чуть ли не явной ошибкой. Потому что теперь появляется хорошая, я бы даже сказал, отличная возможность напасть на ладью. Мы помним, что ладья работает защитником пешки А4 с одной стороны, а с другой стороны дальше по диагонали за ладьей прячется конь, который также работает защитником пешки А4. И ладья вот вроде и вышла на четвертую линию, а не может на ней оставаться, потому что злая пешка на Д5 у нас. Предположим, ладья ушла, да, ну там, не знаю, пусть, пусть даже на Б3. Черные съели, белые чем бы не съели, там, слоном, ферзем, зубами, все равно, все равно черные кушают пешку. Остаются с лишней пешкой, ну и на какой-нибудь ход ладья Б1 спокойно ходом ладья А7 защитятся. У них получается лишняя пешка, да, она немножко отсталая, но все-таки лишняя. Все-таки лишняя, это приятнее, чем играть с отсталой пешкой и не иметь ничего лишнего. Вот так используется позиционная ловушка с ранним выводом ладьи в игру, когда на доске слишком много легких фигур. Но здесь был довольно простой вариант, закончилось все очень хорошо выигрышем материала. Сейчас посмотрим более сложное использование раннего выведения в игру ладьи. Итак, посмотрим на эту позицию. В этой позиции, ну, не будем по партии прогонять, черные решили заблокировать пешку Б5 ходом ладья Б6. С одной стороны, вроде и логично, но с другой стороны, на доске полным-полно легких фигур. А ладья покидает свои крайние линии, на которых она была, что называется, недосягаема для слонов и особенно для коней белых. Как белые это могут использовать? Кто может подчеркнуть уязвимое расположение ладьи? Как ни странно, фигура, которая умеет проходить сквозь пешки, сквозь фигуры. Это конь. Сразу намечается интересный план. Конь Д2, конь С4. И далее по ситуации. И, кстати, дальше, если мы продолжим маршрут коня, очень интересный ход, конь А5, потом конь С6. И таким образом белые приводят своего коня на С6. Если ладья к тому бою, то будет стоять на Б8, это вилка. Если ладья будет стоять на Б7, это все равно очень неприятное нападение на стесненного ферзя. И как минимум половина фланга черных будет, что называется, стеснена этим конем. Соответственно, почему бы этот план и не провести? К тому же, вроде, ничто не мешает. Размен на С3 всерьез не рассматриваем, потому что после хода ферзь С3 хоть от мата спастись можно, но с такими слабыми черными полями, ну, как бы вопрос мата будет стоять на горизонте, пусть не 3-4, но где-то за 15-20 ходов белые точно с королем разберутся. То есть, размен на С3 это будет как раз-таки, ну, другим примером позиционной ошибки, которую разберем как-нибудь в следующий раз. Итак, смотрим. Конь Д2. А в чем же заключается ошибка черных? А в том, что теперь маневр такой неприятной коня белых идет с темпом. То есть, мало того, что черные потратили темп на бесполезный ход ладья Б6, так они еще вынуждены будут тратить темп, ну, или отдавать качество, что, я думаю, тоже устроят белых, да, ну, лишнее качество в хозяйстве всегда пригодится, да. И получается, что и ладья Б6 оказалась бесполезным ходом, и отступление от коня, который придет на С4, тоже будет, ну, бесполезным ходом, ходом вынужденным. То есть, получается, белые не выиграли пешку, да, они не выиграли еще даже качество, но они выиграли, что они выиграли? Они выиграли два хода для проведения своего плана по вторжению в лагерь. А как мы знаем, вторжение в лагерь – это очень неприятный стратегический прием для соперника. Да, ну, а конкретно в этой партии позиционная ошибка ладья Б6 сказалась даже после не самого точного хода белых слон С4 в том, что черные забыли, что они сделали позиционную ошибку, слишком далеко вывели ладью при полной доске легких фигур и получили ход коня А4, после чего пришлось отдавать качество за пешку. Спасибо.